Вакцинация Прививки от коронавируса начали массово делать в российской армии. Вакцина уже поступила во все военные округа, как для сухопутных войск, так и для флота. Моряков северного флота начали прививать от коронавируса. Первыми отечественными препарат получит экипаж нового фрегата «Адмирал Касатонов». Он отправляется в дальний поход. Придумали, наконец-то, на Западе, почему они не станут покупать российскую вакцину. Официальная версия звучит следующим образом. А как же мы купим, если не привился Владимир Путин? У нас же не началась еще широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Президент не может же не сертифицированную вакцину использовать. Лучшую рекламу, в кавычках, российских вакцин, думаю, трудно придумать. На протяжении нескольких месяцев в России говорят о появлении этих вакцин как о несомненном достижении отечественной медицины. Об их регистрации лично сообщал Путин. У нас первая регистрация произошла. Надеюсь, что и у наших коллег за рубежом тоже работа будет двигаться. И на рынке, на мировом рынке лекарственных препаратов, вакцин появится. Достаточно много продуктов, которые можно будет использовать. Я знаю, что эта вакцина, как вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов. Но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано. И она работает более точно, формирует стойкий антитильный и клеточный иммунитет. Возражения западных специалистов о том, что понимание эффективности и побочных эффектов российских вакцин может быть получено только тогда, когда ими будет привито куда большее количество людей, с презрением отметались. Конечно, ведь в области вакцин Россия впереди планеты всей, что изменят новые испытания. Густые сценарии. Во-первых, против нас могут устроить провокацию. Возьмут нашу вакцину, а введут какую-нибудь отраву. Несколько человек умру, скажут, вот видите, русская вакцина не помогает, люди гибнут. Прививки практически уже входят в употребление, хотя их регистрация состоялась без необходимой третьей фазы клинических испытаний. Более того, среди первых прививались высокопоставленные российские чиновники. И не только российские. Это превратилось в настоящую гонку первопроходцев, доказательство лояльности президенту России, объявившему об очередном достижении отечественной науки. Даже Виктор Медведчук хвастался Путину во время их последней встречи, что он и члены его семьи привились новой российской вакциной во время пребывания в оккупированном Россией Крыму. Во время встречи зашла речь и о российской вакцине от коронавируса. Как выяснилось, Медведчук уже испытал ее действие на себе. Прививку сделала и вся его семья. Отдыхая в Крыму в августе месяце, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан. А еще Путин рассказывал, что среди тех, кто решил привиться, была его собственная дочь. И она после прививки чувствует себя хорошо. Я тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим и все. И вдруг все эти люди, какие бы там должности они не занимали, какие бы родственные связи не имели и какой бы медицинский патриотизм не демонстрировали, оказываются просто добровольцами, подопытными кроликами, испытателями. А вовсе не пациентами. А главный пациент, Путин, ожидает реальных результатов испытаний. Что, собственно, логично для любого ответственного человека, заботящегося о своем здоровье. И я поступил бы точно так же, как и Путин, если бы мне предложили бы привиться одной из российских вакцин. Подождал бы окончания настоящих испытаний. А еще лучше, появление на рынке вакцины западного производства. Как-то надежнее. Хотя, если российский президент решит использовать западную вакцину, его пресс-секретарь, подозреваю, нам об этом не расскажет. Нелогично в этой истории другое. Презрение к здоровью собственных соотечественников, которые зачастую не по своей воле оказались участниками эксперимента, испытателями не прошедшего необходимой фазы клинических испытаний препарата. Оказалось, что речи и рапорты – это одно, а забота о собственном здоровье – совсем другое. Впрочем, ничего иного от Путина и его окружения я и не ожидал. Эффективность российской вакцины «Спутник Ви» до 95%. Всеобщая вакцинация от коронавируса в России вот-вот начнется и будет бесплатной. Это хорошие препараты. Главное заключается в том, чтобы они были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае. Вот евнухи, прежде чем приступить к работе в гареме, несли султану свой отрезанный пенис. Иногда при особо своенравных султанах несли его в зубах. У них слезы у бедолаг наворачивались, и подолгу они стояли, держа в зубах пенис, пока султан не замечал их и с благосклонной улыбкой не кивал им, давая разрешение на работу. Примерно то же самое происходит с прививками путинской вакцины высшим чиновникам. Пока это, как видим, просто прививка верности. Есть все основания подозревать вообще всех в лукавстве, фотошопе и подтасовках. Кажется, один Собянин честно сделал, потому что после этого он вдруг начал интересоваться стоимостью проката катафалка и вообще приказал пересмотреть и проверить бюджеты ритуальных служб Москвы. Он вообще не забыл, что честность в России смертельна. А вот хитрый жирик, кряхтя, сделал прививку, спрятав реальную руку и подставив протез. Во-первых, против нас могут устроить провокацию. Возьмут нашу вакцину, а введут какую-нибудь отраву. Несколько человек умрут, скажут, вот видите, русская вакцина не помогает, люди гибнут. Основной вопрос пропаганды, российской пропаганды, в чем он заключается? Если использовать головы телезрителей как унитазы, надо ли спускать воду? Вот тут мнения расходятся. И у всех все по-разному. Например, Соловьев смывать не любит. Рассматривая очередной унитаз с человеческим лицом, он кайфует от того, что в него навалено много и густо. А вот Симоньян любит добавить в пропагандистский понос кровушки. Она, если не ошибаюсь, совсем недавно призывала вежливых людей на улице Минска немножко порезать студентов, вероятно, очередями. То есть, кто-то любит смывать, кто-то нет. Страдает, вероятно, зритель или не страдает. Но вот что должно быть этой водой, которая смывает вглубь обывательского сознания основной продукт пропаганды, в принципе, понятно. Главное заключается в том, чтобы они были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены. Редактор субтитров А.Семкин